Всем привет, друзья! С вами Прослушка. All Lane представил альбом Nuna, жанр R&B. Интересно, интересно. Предыдущие работы All Lane мне вкатили. Очень крутой артист. Представил альбом, 10 треков, и тут у нас двойные названия в песнях. Сразу, когда я его увидел, мне вспомнился альбом Джастина Тимберлейка. Что-то Future Sex, Love Sound, ну что-то такое, по-моему, я точно не помню. Вот, ну у него тоже там были двойные названия, и треки менялись, ну типа переходы были. Очень прикольно было сделано, посмотрим, может здесь тоже такая тема. Окей. Круто. Класс. Мощное такое начало. Вообще неожиданно. Я думал, ну постепенно как-то начнёт. Мощь. Сам ритм, гитара эта. Этот вокал, хор типа. Вау. Вообще неожиданно. Так, спустились резко, вообще. Классная интро. Awaking. Ну, наступаем. Охренеть прикольно. Неожиданно. Какие-то джунгли, леса, в общем, в, ну, рисуется в голове. Картинка, Африка, может, какая-то, племя. Походу, тут так и будут меняться треки. Круто. Классный вид. Неожиданное начало. И вот эта вот тема. Единственное, момент, когда нарастание было, надо было прям ещё выше-выше, короче, брать. Ну, как мне кажется. А так вообще круто. Так, internal war isn't closed. Классная гитарка. Ударные. Запичченный голосок. Что-то напоминает. Слегка. Ну, нет, тут ничего не меняется. Всё, в принципе, нормально. Как начался, так и закончился. Тоже классная тема. Интересно было прослушать. Такой вокал здесь полностью в эффектах. Intoxication. Days is open. Так, непонятно. Предполагал я был, что будет такая тема. Хоть бы тут сменилась музла. Ну, нет, всё классно, конечно. Но менее понравишься просто трек. Музыка всё-таки решает. Ну, вот пока нормально тема была. Ну, мне нравится то, что он так экспериментирует. Меняет на зло. Ну, собственно, вот он и изменил. Классная концовка с ударами вообще. Так, идём дальше. Humility? Humility, может? Don't let me fall. Мне кажется, тут у нас сейчас будет лирика такая, что-то спокойная. Спокойное начало. Нас сопровождает акустика. Класс. Классный трек. Я думал, мне особо не вкатит. Но благодаря музыке, опять же, такое атмосферное звучание. И на первом эти. Классный трек. Такой атмосферный. Супер. Так, Escape Watchin'. Я добавляю себе этот альбом уже однозначно просто. Очень крутая пластинка. Вообще порадовала Лэйн. Вообще удивляет, чувак. Вообще удивляет, чувак. Вообще удивляет. Так, у нас как будто сейчас что-то произойдет. Класс. Я не знаю, вдохновлялся ли он Джастином Тимберлейком. Скорее всего. Да. Ну, не только, наверное, с Джастином. Еще и другими исполнителями. Так, акустика. Так, акустика. Оказывается, просто инструментал. Супер. Класс. Обожаю инструментальные треки. И этот очень хорош. Так, кто такая Нуна? Окей. Мне очень нравится вокал. Вообще все песни. Во всех песнях. Мне нравится сон на альбоме. Классное мысло. Как раз то, что мне нравится. Мощная, мощная работа. Judgment Dice Erase. Ну, тут не просто R&B. Блин, чувак-то может. Стелит неплохо. Ну, этот рычаг прям отличается от предыдущих. Ну, как-то более серьезный, что ли. Такой более темный. Ну, здесь вообще рыбчик. И само звучание такое более трендовое. Вот. Вот это тема. Ну, чувак реально вдохновлялся какими-то известными R&B-исполнителями прошлых лет. Джастин Тимбрег это уж самое простое, что я сказал. Очень-очень даже. Так, ну и последний трек. Forgiveness, Parasomnia. Интер было прям вау. Балдежная тема. Заканчиваем спокойно в итоге походу. Вот эти... напоминают лабиринты. Класс. Учитывая еще то, что продакшн его же вообще супер. Красавчик. Прикольно. То есть она вообще можно сказать или нет. Можно сказать то, что она этот... Ну, продал... Такая, как сказать... Отличная, короче. Закончилась и начинается все с того же. Крутая пластинка. Супер. Мне очень понравилось. Практически все треки, по-моему. Ну, какие-то там меньше всего. Я, к сожалению, пока не запомнил с каких меня больше всего проперло. Но это точно первые. И что-то, по-моему, в середине еще классная инструменталка была. Вообще, красавчик. Кто такая Нуна, я так и не понял. Ну, какая это, по-моему, богиня. Или нет. Фиг знает. Так, что я говорил. Круто то, что чувак сам пишет. Сам музыку. Я думаю, и тексты тоже его. И... Ну, это реально талантливый чувак. Любимчик у меня теперь на Hajime Records. До этого был Castle, по-моему. Сейчас All In. В тройке, я думаю. Вот. по семье Генди Пана, конечно. Классная работа. Достойно. Прямо я очень надеюсь, то, что... Блин, прослушиваний мало. Вот печально, то, что такие артисты и у них так мало... Такие талантливые, крутые музыканты и у них так мало прослушиваний. И... я надеюсь, то, что... Ну, как-то, как-то он наберет популярность. Вот. Все, по сути, по музык... Ну, мне... Я не знаю, что еще вам сказать. Я думаю, многие уже, прослушав пластинку, знали, то, что мне эта работа понравится, учитывая, какое тут музыкальное сопровождение. Вот. Все. Сам Alain красавчик классно играет и с вокалом, и с музыкой, с речитативом. Я не знаю, все идеально. Я себе добавил уже на четвертом, по-моему, треке или на пятом, не знаю точно. Все на этом. Вот теперь точно все. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.